Вода с запахом компота Ладно, давайте заканчивайте, минуты осталось Пошла, красавица Че это они? Слышишь, Соколов, ты сколько служишь? Третий месяц А про бабу когда вспоминаешь? В танах ничего? Не дымит? Да нет вроде А знаешь почему? Потому что вот этот вот Симпатичный медработник каждый день тебе бром в чай насыпает Мне? Да, персонально Муж своему насыпь, клизма Здорово, Ир Привет, Сухачев Ну, че губы-то надуло? Опять воет? Ну, я же говорил тебе, приходи до обеда Ну, или объясни им, что это не бром, а витамины И что и туфту вообще в чай не добавляют Я не буду никому ничего объяснять И вообще идите вы все лесом Ну, не обижайся ты на них Ну, они же не со зла Да солдатам В кайф повыть вслед красивой девчонке Сокол А я не знал, что у нашей части такие тёлки есть Есть Да не про твою честь Чего? Слушай, а спорим? Она через неделю моя будет Свести-свести, да Не, на самом деле, забьёмся На компот На всю неделю И на масло Здравствуй, небо в облаках Здравствуй, юность в сапогах Пропади, моя тоска Вот он я, привет, войска И перельсы поезда Как я попал сюда Здесь не то, что на гражданке На какой-нибудь гражданке Жизнь снаружи и с изнанки Сам попробуй изучи Для печали нет причин Не просто быть собой Когда шагает строй Только сердце птицы бьётся И ликует, и смеётся И ему не удаётся Под конвоем петь в груди Знать бы, что там впереди Где-то течёт река Где-то дом и всё ждут нас назад Это не грусть слегка Просто ветер щекочет глаза А-а-а-а Товарищ доктор Мы давно хотели у вас спросить Скажите, пожалуйста А если по утрам кашель такой Сухой, это плохо, да? Чего тебе надо, рядовой? Я, между прочим, не согласен с тем Что они там говорили А мне по барабану Согласен ты или нет? А узлиться вам не идёт Шуба ты А как вас зовут? А на меня этот чай не действует? Не действует, говоришь? Ну-ну Ты пей, пей, Медведев Давай, давай Товарищ сержант, пятый уже Ну, отлично Великолепно Чай только сваренный Тем более, не действует Тебя как звать, Медведев? Михаил Миша А меня зовут Костя А, очень приятно Так вот, Миша Хочу поговорить с тобой Не как сержант с рядовым А как Миша и Костя Ну? Не нравишься ты мне, Миша Активно не нравишься А чё, Киркоров, что ли, всем нравится? Вот именно что не Киркоров Ты хуже Ты какой-то Хитровышморганный А я таких Заверстучую Ну и нюх у вас Константин А ты борзый Тяжело тебе будет служиться, Миша И я этот процесс Проконтролирую А ничего Я полгода служу А потом черпаки подамся А? Как ты, Лохом Чмошным, сюда пришёл Так, Лохом Чмошным, отсюда идёшь Если тебя зачмырят, понял? О! Чё это ты с духами чай гоняешь? Я не понял Да так у нас разговор Ясно Телепередача «Спасите наши души» Ух ты! Слышишь, Ирла? А? У нас в технике кто-нибудь шарит? А что такое? Кажись, наш джип совсем коньки двинул Так у меня есть первоклассный механик Да ты что? Да Где? Просто платиновые руки Гроза Всё, что движется, не движется, летает и ползает Да, Медведев? Вперёд! Работать! Чайку попил, а теперь работать Калорий же надо как-то выгонять Ладно Идиоты хотите? Будет Вам идиот Вызывали, товарищ прапорщик Ага, Соколов, заходи Садись Садись, Соколов Ну как, служба, нормально? Нормально Тебёк будешь? Спасибо, товарищ прапорщик Только что из столовой Давай, давай, давай Я тебе сейчас лимончик обрушу И скорку тебе положу Тебе сколько? Четыре, три? Одну? Одну Пей Пей, пей, Соколов Спасибо Соколов, слушай У меня к тебе будет одно важное боевое задание Ты про идиота помнишь? Про какого идиота? Из нашей роты? У нас в роте своих идиотов достаточно, понял? Вот про такого, которого Достоевский написал, читал? Да, конечно Достоевского читал Но Идиота не читал Подожди, ты же у нас этот Медалист, ты чё? Понимаете, дарь Прапорщик Нас тогда всем классом В колхозе на картошку отправили Так На целый месяц Так Мы по программе не успевали Пришлось идиота пропустить Ё-моё Всё, засада А вам зачем? Мне не надо Это вот этим идиотам из института надо Им сочинение, оказывается, нужно написать А ты в школе чем занимался? Коровом хвосты, что ли, крутил? Как директора, фамилия, который в школе был? Этот Ладно, хрезвый, не вспоминай Что же у вас за деревня такое? Не даёте детям даже времени для того, чтобы идиота прочитать Значит так Соколов Держи Осторожней Первоисточник Значит, представишь сегодня А к понедельнику, чтобы сочинение было готово Так Так, а как же я? Как же? Вот так же В тебе и свободное время Вот этим и занимайся Херня прорвёмся То, товарищ прапорщик Так, всё, свободен Иди Будем заполнять твоё образование Да, Соколов? Иди Стоять Стаканчик поставь Свободен, иди В общем так, Медведев Пробег этого автомобиля 99 тысяч 740 километров Наш дембель приходится как раз на ступенчатый километр Так что этот лимузин повезёт нас домой Усёк? Усёк А со вчерашнего дня этот счётчик замер Покажи-ка Демонстрируй Понял? Понял Так может я счётчик вперёд перемотаю? Медведев, ты чё, тупой что ли? Здесь что-то с коробкой Глянь Ну чё, это смотреть надо? Не смотреть надо, а работать Давай Я скоро буду Пошли, пацаны, покурим Медведев Давай Пошли Твиндец Медведев Как процесс? Работаем Давай Арбайтен Пошли, на воздух. Так, что мы знаем от любителей внутреннего сгорания? Да ни хрена нам не знаю. Нет, это невозможно. Миша, терпи. Сейчас тебе будет очень больно. Интересно, как это можно чинить машину, чтобы получить такую травму? А у меня аккумулятор на палец упал. Фазой. Фазой? Насколько мне известно, там только плюс и минус. Ну вот. То, что упал, это минус. То, что на палец, это плюс. Откуда же ты такой взялся? Из Ярославля. Медведев Михаил. Между прочим, холостой. Да все вы тут холостые. Хоть бы один боевой попался. А я боевой. Я знаешь, какой разрывной? Знаешь, сколько во мне пороху? Ой. Что, палец? Да нет. Чай гуляет. Где у вас тут мужская комната? А мужская комната у нас на улице. А вас как зовут? Сержант Пылеева. Понятно, товарищ сержант. Разрешите идти? Беги. Солдат, почему честь не отдаем? А, раненый. Ну как, жить будешь? Да я-то буду. Ты откуда такой зачуханный? Да вот, вкалывал вместо тебя. Весь движок перебрал. А ты это, если не знаешь, то лучше вообще в машину не лезь. Не, ни хрена себе предъява. Это я придумал, что я автомеханик. Это я отказался в венкомате служить. Нет, скажи, это я? Ладно. Миф, ну ты извини. Просто мне еще сочинения прапору писать, а тут отвлекают. Ладно, в общем, я полетел. Давай, давай, лети. Финист ясный сокол. Ой, блин. Что ж такое-то? Мне вот интересно, они там в Америке тоже сами свою форму стирают? Или это только у нас такой дебилизм, а? Не знаю, как в Америке, а в Израиле проблем со стиркой точно нет. Там баб дофига служат. О, сокол, а ты чё там читаешь так увлеченно? Камасутру, что ли? Достоевского. Чё, дурак? Нет, идиот. А, я фильм смотрел на гражданке. Ну, в принципе, такая же Камасутра, только для мозгов. Да, сокол? Да, отстань ты от человека. Ему для старшины до понедельника сочинения написать надо, а он книгу не читал. Ты ж не успеешь. Короче, давай я тебе сейчас в двух словах всё расскажу. А ты чё, читал? Да говорю, фильм смотрел. Там история такая. В общем, одного чудика выпускают из психушки. Вот, и на него сваливается огромное наследство. Ну, я не помню, сколько точно, но по тем временам сумма, в общем, немеренная. Ну, и вокруг него начинают разные там бабы тусоваться, мужики тоже. Как мужики? Это же девятнадцатый век. Да нет, ну не по этим делам, не по голубым. Вот, и там... А я сноу вообще излагаю? Ну, в принципе, да. Так вот, и там... А, там дальше была какая-то сначала пурга, но потом такое началось. Внимание! Называю фамилии заступающих в наряд. Значит так, духи. Завтра бежим ответственный марш-бросок. Десять километров. С полной боевой выкладкой. Ага. А Медведев? У нас понесет ящик с патронами. А что с расой Медведев-то? Медведев? А кто, если не ты? А нафига вообще нужны патроны на маш-броске? Виде лоха? Слышь, Медведев, а если завтра война, а у тебя вся рота без патронов? Ты что будешь фиги показывать врагу, что ли? Слышь, Медведев, мне показалось, или здесь кто-то вякает? Может, кому-то вгрызло дать, а? Да нет, показалось. Нам показалось, Медведев? Так точно, показалось. Слышь, Медведь, чё-то тебе Рылеев неровно дышит. Да пошёл он. Слушай, а хочешь, мы этот ящик вместе понесём? Я этот маш-бросок вообще не побегу. Как это? Места знать надо. Да. Можно? Заходите, рядовой. Что случилось? Болит. Где? Ну, вот здесь болит. Что, опять аккумулятор упал? Нет, причина другая. Раздевайтесь по голому торсу. Садись. Рядовой Медведев. Какая рота? Вторая. Смотрю, запомнили. Слушай, генерал Медведев, это не твой отец? Нет, мой отец работает вице-президентом. Ну, вице-президентом. Ну да, в какой-то крупной торговой компании. Ну, а как же ты с таким папой в армию-то попал? В армию попал? Ну, с целью самоутвердиться. Ясно. Вставай. Ну и где у нас болит? Здесь? Чуть ниже. Чуть левее. И ещё левее. Вот здесь болит. Так, здесь сердце. Вот оно и болит. Уже третий день. Как тебя вижу? Знаешь что? Да нет. Ну, я ж серьёзно. Я стрелять не могу. Я, может, бросок бежать не могу. Я как представлю, что с каждым шагом всё дальше от тебя. Я ничего не могу. Да. Этот недуг мне хорошо известен. И мне кажется, тоже. Может, я влюбился, а? Нет. Это не любовь. Это сперматоксикоз. Всё, рядовой, одевайтесь. То есть как всё? Всё, я сказала, идите и самоутверждайтесь в другом месте. Трубист Борблин! Письма пришли! Трубист Борблин! Не все сразу. Так, кто у нас первый? Гунько. Есть. Есть на попе шерсть. Нагибайся. Зачем? Загинайся, говорю. Облом. Держи. Спасибо, товарищ сержант. Товарищ сержант, разрешите обратиться. Звонились в КПП, там к рядовому Медведеву кто-то приехал. Свободен. Попёрл тем, Медведев. Мухой на КПП. 20 минут даю. Бегом! Так, давай, загнусь. Ха-ха, чуча. Здорово, Медведев. Какими судьбами? Ну и прикидывайте. Слушай, мы тут с пацанами затусить решили. Да, я думаю, загляну. Я думал обо мне, я вспомнила. Я и вспомнила, что ты здесь недалеко от врагов нас защищаешь. Ну что, Миш, может, раскумаримся, а? Ты чё, головой ударилась? Ну ты чё, Мишка, не вспомни, как раньше. Забираетесь девки в кучу, я вам чучу, ну. Чучу, подожди, бери свои недели. Ну ты чё, Миш, вы чё, здесь каждый день торопитесь, что ли? Да, на полосе препятствий. Короче, малоса, что зарулило, нашим привет, я побежал на построение. А чё, любовь прошла, что ли? Да, завяли помидоры. Медведь! 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 Вот так. Книвальные свободные смены, на выход! Гуня, во сколько построения? Ты что такой бледный? Случилось чего? Ничего со мной не случилось. Медведев, в медпункт. Опаньки. Слышь, Гунь, может, тебе тоже санчасть, а? Никуда мне не надо. Да, смотри. Вызывали? Да, вызывала. Говоришь, Медведев сердце у нас пошаливает? Да. А, да, ещё как. А на КПП час назад, я так понимаю, отпустила? Что? А, на КПП? Так это кто её звал-то? Припёрлась. Мы с ней уже месяца три, как? Вот, примите. Что это? Лекарство. От сердца. И что, сразу отпустят? Да, на пару часов забудешь точно. Чё-то как-то не действует, по-моему. Это, случайно, не приворотное изделие там какое-нибудь, а? Угу. Почти. Это ослабительное. Шутите, да? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Шутите, да? Ну и чувство юмора у вас, Ирина Дмитриевна. Вот это вот зачем? Вот это что? Где мужской кабинет, ты знаешь? Ты чё, обалдела совсем, что ли? Ты зачем вот это вот делаешь? Блин, я-то думал, ты... Ты дура просто! Шире! Шире шаг сказал! Соболя подобрали! Быстрее, быстрее! Давай, хочу. Чё вы, как трупы? Чё встали? Тяжело, товарищ сержант, а кому сейчас легко? Разве что Медведеву. Медведев у нас сам умный, а мы тупые. Тупые бегут, а умные санчасти. Мы ж тупые, правильно, солдаты? Никак нет, товарищ сержант. Нет, мы тупые, но не злопамятные. Мы ж не обижаемся на Медведева, что он не бежит. Так, высший ящик взяли. Бегом, давайте, за Родину, за Медведева. Давайте, бегом, не отставать, бегом! Сиди, 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 сиди. 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 Соколов, пишешь? Заканчивай, товарищ прапорщик. Шестая страница. Ух ты, молодец. Пиши, пиши, пиши. Соколов, Соколова! Что? Эта книга написана. Часовому запрещается отправлять естественные надобности. А что такое естественные надобности? Естественные надобности, это, это то, что человеку необходимо делать каждый день. А куда их отправлять надо? Слушай, Вакутагин, дай потом, а? Все потом. Так, ну че, общая оценка по стрельбе у нас удовлетворительная. Кабанов! Да. На! Я. Когда ты научишься уже в мишень попадать? Я попал. Куда? В Унько! Я. Тебе сколько патронов дали? Пять. Ага. А чего у тебя дырок сели? Не знаю, может, рикошет. О, какие мы слова знаем. Ты у кого спер два патрона, придурок! Какие два патрона? Нет никаких двух патронов. Кто лежал на соседнем рубеже? Кабанов и Авдеев. Кабанов, ты куда стрелял? Значит так, Вунько, девятку и восьмерку я у тебя отнимаю. За что, товарищ сержант? За шкаф. Потому что это у Кабанова пуля, понял? Так что не 31, а всего 14. Плохо, Вунько. Товарищ сержант. Значит, у меня 17. Чего 17? Ну, 8 и 9. Это же я попал. Пальцем в жопу ты попал. Па! Слышите, в следующий раз лучше в воздух стреляй. А лучше себя. Так, давай, давай, давай. Быро, быстро, быстро. Быстро, быстро, каша стынет, перловка. Давайте, по-быстрому, по-быстрому. Кто ствол не сдал? Вунько, твою мать! Так, вы что, нахавчик? Кого ждем? Вунько ствол не сдал. Вунько? А он стрелял у нас сегодня? Стрелял. Стрелял. Ну и куда он делся, бойцы? Куда, спрашиваю, делся, блин? Так, залет, да? Рота строится! Кто его видел последним? Со стрельбища когда шли, он в строю был? Да, рядом со мной шел. А потом? А потом мы в казарму зашли. Территорию проверяли? Никак нет. Ходоков, Соколов, проверить территорию части. Мухай! Есть! Вот Гунько, гнида. Как здесь, Гунько? В какой тумбочке живет солдат? Вот в этой, товарищ капитан. В этой? Так точно! Что это? Кто-нибудь видел это письмо? Два года это слишком много. Давай расстанемся друзьями. Кто-нибудь это читал? Никак нет, товарищ капитан. Так, прости, Вероника. Ясно. Кто-нибудь знал, что Гунько баба бросил? Товарищ сержант, почему вы не знаете, что у вашего солдата в личной жизни такая творится? Ну что? Товарищ капитан, разрешите? Да. На территории части рядовой Гунько не обнаружен. Фомин, твой взвод патрулирует железнодорожную станцию Белый Бор. Все остальные прочесывают лет в северо-северо-западном и западном направлении. Есть. Исполнять. Не знаю, чего мы этот лес чешем. Он уже наверняка на железной дороге. Ёлки-палки. Додумался, урод, блин, с автоматом убежать. Сокол, а вот я лично Гунько зауважал. Такой, понимаешь, тихий, слюнявый. А как вопрос ребра стал, калаш в руки и вперед. Хотя, дурак, конечно. Из-за бабов-тюрягов. Баба, они все одинаковые. Не все. Ты про варю, что ли? Слушай, а вот если бы она тебе написала бы, что? Да не написала бы она. Да ты представь, ты здесь по лесу ходишь, она там с каким-нибудь фермером в деревне. Трах-бабах. Убежал бы с автоматом? Нет. Да убежал бы. Вот ты кого первого завалил бы? Варю или фермера? Пошел ты! Да, я все понял. Возвращайтесь. Так, в седьмом квадрате пусто. Ну что, товарищ полковник, я отзываю ребят? Сколько он уже бегает? Полтора часа. Ну что, надо сообщать по месту жительства, чтобы там его встречали. Я согласен. Срочная телеграмма. Так, адрес. Звягин. Звягин, адрес. Адрес. Архангельская область. Архангельская область. Район. Сосногорский район. Сосногорский район. Деревня Нижняя. Нижняя. Непонятки. Деревня Нижняя Непонятки. Чего? Волуны. Что волуны? Деревня Нижняя Волуны. Отставить непонятки. Деревня Нижняя Волуны. Дом? Дом какой? А, сейчас. Дом. Ну какой дом-то, Звягин? Сейчас. Так, двенадцатый дом. Дом двенадцать. Нижняя Волуны, дом двенадцать. Сокол, а ты когда-нибудь мухоморы пробовал? Говорят, если их грамотно посушить, потом мелко порезать и по три кусочка в чай добавить, штырит по полной программе. Сокол, ну чё ты молчишь-то? Эй! Гунько! Выходи! Гунько, вылезай. Мы тебя видим, нас больше. Где Гунько? Тьфу! Тьфу ты, блин. Чё расселись, бойцы? Встали, пошли. Живее! Шевелитесь, живее, я сказал. Все. Можете меня поздравить, господа офицеры. Нашел? Кого нашел? Гунько. Да какой Гунько? Я пятерку подверну и получу все. Скоро буду офицером. Скоро ты рядовым будешь, шматко. Не понял, а чё случилось-то? Скоро мы тут все рядовыми станем. Свободен. Есть. Думаете, Гунько? Поглядим. Лифт, пшицын, русские мы. Это не надо. Это я лично для себя. Чё для себя? А ты кто? Сержант Пихто. Дед, ты здесь солдата не видел? Какого солдата? Вот такого. Это павильнис. Такого? Не видал. А какого видал? Пойдем-ка, пойдем-ка. Внучок, а ты мне скажи, что нужно сказать. И я тебе все скажу. Слышь, дед. А ты вообще чё здесь делаешь, а? А это... Так, а там чё у тебя? Березовый сок. Сок березовый. А чё запах такой? Да забородил. А выдевать жалко. Так, значит, точно никого не видел? А ты скажи, как надо. Видел или не видел. Смотри, дед, много сока березового не пей. А то до дому не дойдешь ни хрена. Служим Советскому Союзу. Надо местечко-то запомнить. Скоро праздники. Что? Ну чё, чё встали? Цепочку по одному построились. Давайте. Радист где? Путь, давайте. Пошли, живо. Шевелитесь. Этот квадрат прочесали полностью. На станции, на вокзале он не появлялся. Или проворонили. Ну, короче, надо звонить в штаб округа. Я давно говорю об этом. Может, еще подождем? Объявится? Объявится. Не надо, не надо. Если мы еще немного подождем, не твои погоны полетят, товарищ капитан. Господа офицеры, можете меня поздравить? Шматко! Я нашел его. Нашел его. Кочегар. Какой кочегар? Ну, явление. Гонько народу. Явился? Не запылился. Кочегар пришел топить, а он на угле валяется. У него патронов-то даже нет. Ну, как встань, как положено, солдат. Ты посмотри на себя. Ты на кого похож? Солдат российской армии. Опозорил? Высокое звание мотострелка. Да, солдат. Навел ты в шороху, а? Я... Меня... Ладно, знаем, знаем. Как там в этом фильме-то эти стервы прямо бьют в сердце, да? Бьют, самое сердце бьют. Ну, да. А что мы с ним сучукаемся, я не понимаю? Это же пятно. На всю часть, ширное пятно. За таких, как ты, я говорю, с нас чуть погоны не поснимали. Додуматься с оружием убежать из счастья. Ну, по факту, он никуда не убежал. А мы-то думали, что убежал. Кто лес причесывал? Я говорю, станции патрулировали. Звонили в стабу округа. Не успели. Ну и хорошо, что не успели. Ты преступник, Ганько? Гунько. Я и говорю, Гунько. Все, я говорю. Гнать, товарищ полковник, таких гребанных солдат из этой гребанной армии. Я имею в виду из армии. Из армии я оговорился, извините. Товарищ полковник, у меня дела еще в штабе. Идите. Есть. Капитан, все слышал? Так точно, товарищ полковник. Ну, наказать, конечно, надо. Но это, не ломайте парня. В караул пока не ставить. Есть в караул не ставить. Значит так. Сегодня у нас паркохозяйственный день. Четыре туловища идут работать на склад в распоряжении прапорщика Тюрина. Трое наводят порядок в расположении роты. Остальные на уборку территорий. Так что получать бушлаты и выходить строиться. Выполнять. Слышишь, Медведев, а ты чего расселся-то? Тебя не спросил. Вообще-то курить вместе договаривались. Ага. Стадом ходим, стадом какаем. Я сейчас курить хочу. Ты уже накурился, когда в марш-бросок бежали. Кабанов, сержанта метишь? Я тебе сейчас в рыло замечу. Базар контролируй. И бычок с территории подними. Сейчас, разбежался. Если надо, разбежишься. Пацанов уважать надо. Опа, мать моя в кедах, полено заговорила. Я уже забыл, как твой голос звучит. Слышь, Медведев, ты же понимаешь, что ты не прав. Чего ты петушишь? Сам питом. Чего? Здравствуйте. Офицеров нету? Нет. Заносите. Тихо, тихо. Быстрее, быстрее, быстрее. Да дверь-то закрой. Господи, что случилось? Мы территорию убирали, и он с лестницы поскользнулся и упал. Грудью сильно удалился. Давайте сюда. Тихо, тихо, тихо. Вот сюда. А ну-ка, пропусти. С лестницы, значит, упал, да? Да. Кому вы лапшу вешаете? А ну-ка, брысь отсюда. Не надо. Спокойно, спокойно. Миша, Миша, Миша. О, Господи. Нет, нельзя. Вроде заметен. За что ж они тебе так, а? За дело. Держи ватку. Ты хоть понимаешь, что я обязана зафиксировать этот факт и доложить? Я тебя очень прошу, не надо. Я пойду. Стой. У меня была где-то мазь от ушибов. Меня для офицеров выдали. Миша, господи. Миша, господи. Миша, Мишенька, Миша. Ну, Миша. Господи. Как ты меня напугал. Ну, как ты? Ты это, прости меня. Да нет, ты меня прости. Я не знаю, что на меня тогда нашло. Ну, как дура. Ты не дура. Да. Сходите. Вызывали, товарищ прапорщик? Да, Соколов. Как ты думаешь, кто мы есть? А, военнослужащие? Не, Соколов, бери выше. Мы гении, понимаешь, гении. Ты смотри, образ князя Мишкина в романе Достоевского. Идиот. Оценка отлично. Я поражаюсь просто за оригинальное видение классического произведения. Ты чувствуешь, да? Чувствуешь? О, как. Садись, Соколов, садись. Давай сейчас отметим, да? Не-не-не. Не-не-не, да. Сейчас отметим. Хотя нет. О! Чай твой. Чаек твой. Держи, Соколов. Давай. Хотя нет. Не надо. Вот тебе. От меня. Гуталин. Спасибо. Не надо. Бери, сказал. Бери. Дарю. Молодец. Как говорится, умом ты можешь не блеснуть. А сапогом блеснуть обязан. Стихи. Да иди, Соколов. Бывай. Ты это, прости меня. За что? Ну, как за что? То, что из-за тебя не вступился тогда. Ну и что, ты же не должен был за меня впрягаться. Ну как, земляки все-таки. Да ладно, я же сам напросился. Ну вот как ты теперь, Сокол, дальше жить будешь? А что такое? Без компота и масла. Медсестра? Ты можешь мимо пройти, не подав даже знак. Но только чувством пути не укажешь назад. Сердце сходит с ритма, а любовь, как ритма. Ходит вкусно, выдох, кровью пьет песок. Сколько сил не гаси, как не путай себя. Эта тема любви не отпустит тебя. Не отпустит твой пульс, не отдаст твоих глаз. Выпьет жар твой губ, стрижет я твой фраз. Эта тема любви Правит телом твое. Ты можешь взгляд ответить... Смирно! Какой смирно, тормоз? Товарищ капитан, за время вашего отсутствия в роте никаких происшествий не произошло. Солдат скомендовал правильно. Так отбой же был. Какой отбой? Кто разрешил? Товарищ капитан, по распорядку. Рота отдыхает. Рота! Подъем! Рота подъем! Скрается! Сухой, шесть секунд! Быстрее! Так, подтянулись. Товарищ капитан, вторая рота по вашему доказанию... Творится полная ерунда. Командир приходит в роду, а его солдаты спят. Солдатам до фонаря, что пришел командир. Что у командира сегодня дочь родилась. Солдатам все до фонаря. Так, товарищ капитан, мы не знали... Не знали они. Три триста и пятьдесят четыре сантиметра. А они не знали. Рота! Поздравляем капитана Зубова с рождением дочери! Ура! 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 Тран! Разгрузи сумку. Раздай личному составу. Товарищ капитан, так там же пиво и... Ну? А ты что думал? Капитан Зубов дочку лимонадом замачивать будет? Больно! Поздравляем! Три, четыре! Поздравляем! 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 Нет причин непросто быть собой, когда шагает строй. Только сердце птицы бьется и ликует, и смеется. И ему не удается под конвоем петь в груди. Знать бы, что там впереди. Где-то течет река, где-то дон, и все ждут нас назад. Эта грусть слегка, просто ветер щекочет глаза. Рота, смирно! Товарищ капитан, за время вашего отсутствия в роте никаких происшествий не произошло. Не орит это. Товарищ капитан, мы тут, это все роты, открыточку подписали. Поздравляем с рождением дочери. Как? Подожди. А откуда вы? Нет, спасибо, конечно. Ну, как вы узнали, она сегодня родилась, час пятнадцать, ночь. Так, вчера это... Товарищ капитан, с вами все нормально? А что, заметно? Ну, так. Ну, подустал маленько. Мотался всю ночь, из роддома в роддом. Сам понимаешь. Голова чего-то. Даже ни капли внутрь. А может быть, пивка? Товарищ капитан? Какого пивка? Ты чего, Фомин? Откуда в роте пиво? Осталось, это специально для вас. Так, сержант. Я смотрю, вы тут совсем страх потеряли. Скоро бордель в роте устроите. Ладно, тащи свое пиво. Ну, чтобы... В последний раз, понял? Так, быстро хаваем. Двыстрее. О, идёт красавица. Приятного всем аппетита. Спасибо. Приятного аппетита, урод. Чего ржёте, блин? В такие моменты, кажется, побивал бы их всех. Я что, с ней серьёзно? Да не в этом дело. Просто нельзя же так с человеком. Ну, что, чай вдвоём? Да нет, чефир в одиночку. А, понятно. А ты, я смотрю, цветёшь и пахнешь. Весна, природа торжествует. Ну, а ты чего такой хмурый? С опылением поосторожнее. Эх, дураки. Не узнать человека. Ладно, давай вернёмся к нашим баранам. Пацану 20 лет исполняется. Хотелось бы, чтобы всё это запомнилось. Ну, как у людей, чтобы было. Не вопрос. Картошечки пожарим, капустку пошинкуем, огурчиков порежем. А мясо? Слушай, Рыла, с мясным засадом. Зато знаешь, что есть? Сгущённое молоко. Да нахрена мне молоко? Я же не первый год служу, меня на сладкое уже давно не тянет. Ну, Рыла, всё, что есть. Ну, было бы мясо, я бы что, зажал для тебя? Бери, бери, за столом. В лёд уйдёт. Вот увидишь. Ну, хоть рыба-то есть. Ну, Рыла. Здорово. Данилыч, чё ты там делаешь? Ах, богатство своё пересчитывает, пересчитывает. Пересчитываю? Но, заметь, не своё, а казённое. Конечно, конечно. Ты анекдот слыхал про прапорщика, который на тачке из части мусор увозит? И что? Не, ну, а зачем вывозил-то, понял? Ну? Чтоб тачку скоммунитить. Ха-ха-ха-ха. Не смешно. Зато правда. Ладно, Данилыч, держи, а заказ свой. А? Смотри, какой красавец. Ладно, держи. Ну, ладно, ладно. Новенький. Новенький. В ухе не сидело. Оце добре, а. На выходные на рыбалочку рванём? Ха-ха-ха. Там и обновим. Ха-ха-ха. Вот смотрю на тебя и думаю, ты ведь дома совсем не бываешь. То на рыбалочке, то на охоте. У тебя ж жена дома. Вот потому и на рыбалке, что жена. Ну, тебе-то холостому не понять. Да, конечно. Куда уж на уши. Вас-то понять. Эх, был бы я сейчас женатый человек, я знаешь, как бы на рыбалке отрывался. Да майорешка этот лысый козёл. Три года из жизни вырвал. Ладно, Данилыч, пойду я. Всё, пошёл я, Данилыч. Слышишь, пошёл я говорю. А? А, ну да, ну спасибо за языка. Чё ты сказал? А, спасибо. Так оно же не булькает. Спасибо. Ну, извини, сегодня ничего нету. Чё-то ничего не слышу. А что ты говорит, говорит? Ты мне погромче, а то у меня это само ухо заложило. Ну ладно, ладно. Ладно, тушёнку возьмёшь. А чё так мелко-то, Данилыч, тушёнку? Ладно, хрен с тобой. Давай тушёнку. Где она? Вон, под столом. Под столом тушёнка. Тушёнка! Э, э, да куда ты весь ящик-то? Последний же! Ладно, ладно, натушишь ещё себе. Натушишь, Данилыч, а потом на рыбалку. Ай, чёрт, мне ж бежать надо. Точно, давай быстрее. Подожди, мы ж самое главное забыли. Да, 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 да. Ну, как рыбинтовать будем? Да, да, да. Ну, давай. Подожди, у меня же здесь ещё кое-что есть. Держи. Что это? Сама пекла. Ты моё золото. Как же, если я с чаще с пирожками пойду? По дороге съешь. Да. Вызывали, товарищ прапорщик? Вызывал, садись, Соколов. Слушай, Соколов, ты у нас умный, да? Чё ты смущаешься-то? Ты умный, говорю? Ну, так. Вот смотри, сижу, кроссворды разгадываю, не могу понять. Воинское звание на «Р». Я за 10 лет службы чего-то такого звания не знаю. А «Р» откуда? Как откуда? От морды. Ну, теплица, это же морда, правильно? Да, это это, типаж. Типаж? Точно. Точно, Соколов в полотенце. Значит, просто получается прапорщик. Правильно? Ну да. Правильно. Всё, свободен, Соколов. Иди. Подожди. Вот тебе письмо. Спасибо, товарищ прапорщик. Да ладно? Чё, от девушки, что ли, да? Так точно. Да. Ну, давай, садись. Давай, читай, садись. Как? Так. А то ещё, вон, как Гунькости гонёшь в окно. Читай. Чё, Лишча, как там? Нормально всё. Нормально всё? Скучает. Скучает. Спрашивает, когда в отпуск приеду. В отпуск? Через полгода, да? И в отпуск, молодцы. Вот баба дура, да? Ой, дура ж ты, господи. Мэй, тоже дура была. Ну, та полная дура была. Видите, любовницкое звание её моё не устраивало. Вышла замуж за майора. А ты знаешь, какой дома был? Мне только скажи, посуда, на. Еда, на. Телевизор, на. У меня холодильник весь трещал просто по швам. Чё, не веришь, что ли? Да на, смотри. Сейчас, Околов, сейчас. На, вот, смотри. Ой, ё. Ага. Два яичка же, шурки, крупа. Всё, что хочешь. Чё думаешь, смог бы офицер такое сэкономить? И как-то в жизни только прапорщик. Вот я, только прапорщик. Да вы, что, один жрёдый? Один. Два года уже. Садинка перст. А чё ты хочешь? Военный городок. Тут же, блин, офицерши одни. Или шлюхи. Или и то, и другое. В одном флаконе. А вы знаете, сейчас модно по интернету знакомиться. Да какой тут нахрен интернет? А вот, по газете. Ну, на газету, давай, попробуй. Поищи. Ищи, ищи. Ну, вот, например. Товарищ прапорщик, меня полы ждут. Да какие полы? Ну-ка, сядь, сядь, Соколов. Вопрос полов сейчас решаться будет. Ну-ка, держи фламастер. Давай. Давай. Ищи давай. Опа. Это что у нас в конечностях? А, в пирожке. Откуда, боец? Ты же вроде у нас в санчасти отпрашивался. Ну да, я на обратном пути в этот, Чипок забежал. Чипок? Ага. Залёт. А, вы угощайтесь, товарищ флажан. Угу. С вишней? Ну да. С вишней. Кушна, а откуда с вишней-то? Чипок таких не завозили. Да, их сегодня утром завезли. А? Угу. Сколько денег стоят? Ой, да копейки какие-то. Копейки? Пойдём. Короче, у Рыла завтра день рождения. На вот тебе, Тоха. Купишь на все. И будешь у меня главный по пирожкам. Давай, красная шапочка. Беги. Быра. Агейкин. Я. Ко мне. Есть. Вот смотри, молодая, обеспеченная, без комплексов, ищет спутника жизни невоенного. Чё напишет, что без комплексов-то? Тсс, я моё, вычеркиваю. А вот, молодая, умная, честная. Пойдёт? Если она умная, она никогда не напишет, что она умная, Сколов. Так она же честная. А вот симпатичный вариантик. Ну? Двадцать восемь лет, рост сто семьдесят, добрая, любит животных. Ищет спутника безвредных привычек для серьёзных отношений. А? Безвредных привычек. Но зато и для серьёзных отношений. Вычеркивай нафиг. Ну чё, всё. Всё, Соколик мой. Мы с тобой десять баб уже набрали. Хо-хо-хо-хо. На первое время хватит, да? Всё. Всё, свободен, Соколов, иди. Малыми своими занимайся. Ирка, у тебя ещё пирожки есть? Есть. Такие вкусные оказались, с вишней. Вообще-то вкусненькая. Эй, давай себе. А что, тебе-то уже? И не заметил. Да. И чё, это всё? О, голодный ты мой. Чё? Ирка, ты мне жизнь спасла. Слышь, Сокол, А чё ты там сегодня два часа со старшиной говорил, а? Газеты читали. Ну-ну. Да нет, правда. Объявление в службе знакомств. В службе знакомств, говоришь, да? Слышь, Сокол, если я узнаю, что ты стучишь... Да ладно, не обижайся. У меня есть к тебе вопросик один. Ну-ка, напомни мне, чё там сегодня прапор нес в коробке. Картонный. Ну да, да, картонный. Тушёнку вроде. А прячет её, наверное, в шкафу. Ну да, в шкафу. Шкаф на замке, а ключ в кармане. Да ладно, ладно, понял. Ладно, давай, иди уже. Так, разведка доложила верно. Товарищ сержант, вот. Слышь, а чё так много? Последний. Да. А, самое главное. Сдача. Слышь, Медведев, ты молодец. Разрешите, пойди. Вали, вали, вали. Я вижу, ты исправляешься. Свободен? Есть. Беги. А, вот ты где. Вольно, вольно. Так, ну-ка, иди посмотри, когда там по программе футбол будет. А штаны? Без штанов иди. Есть. Ишь, цаца какая. Так, ну, давай, давай. Ну, и что, Соколов, проработал я наши объявления. Ты знаешь, что из десяти баб шесть проститутками оказались на дому, а две уже старухие. Как тебе такая служба знакомств? Ну, ведь две же остались. Остались ты, остались. Только я же их еще не видел. А вдруг это негритянки? Или, не дай бог, еще вот эти? Ну, которые пол сменили. Я им, дурак, еще координаты свои оставил. Ладно, посмотрим. Товарищ правыч, нет футбола сегодня. Какого футбола? А, нету и нету, господи. Там вам Дневальный сказал, на КПП звонят. Женский голос. Иди, штаны гладь. Видишь? Видишь, как сработало. Ну, все, Соколов. Раз-два, раз-два, раз-два. М-м-м. Зачем? Скущенку взяли. Взяли. Инструменты взяли. Че нам еще? Пассати же есть? Есть, все, есть. Ломки есть. Гвозди взяли. Так, мужики. Шматко пошел на КПП, у вас 15 минут. Товарищ прапорщик, вас только что спрашивали. Кто? Не знаю, женский голос. Говорят, прапорщика с шматком. А я говорю, а кто спрашивает? Она говорит, знакомая. Кстати, через пять минут перезвонит. Вы знаете, ее голос я где-то уже слышал. Фу. Как же мы туда залезем? Заметит же. А? Не заметит. Давай, отодвинем от стены. Ё-моё, что он там, снаряды держит, что ли? Давай, потихоньку. Давай, давай, давай. Ну и где? Где? Я никак не могу знать, товарищ прапорщик. Сказали, что перезвонят. Ну ничего себе, 10 минут уже перезвонят. Ну, женский голос. Ты меня хоть знаешь президентский голос? Я здесь что, везде что-то торчать должен? Все. Товарищ прапорщик. Товарищ прапорщик, снова звонят. Алло. Че, гудок? Что? Че, гудок? Сорвалось, что ли? Сорвалось. А голос все тот же. Значит так, передашь вот этому голосу, от меня пломенный привет. Понял? Товарищ прапорщик. Понял? Что бы тут? Е-е-е-е-е-е. Товарищ прапорщик, да я вспомнил, откуда я этот голос знаю. Это у меня еще по гражданке. В сексе по телефону. По телефону. Угу. Ну, если в сексе по телефону, подождем. Тихо, 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 тихо. Ничего себе залежи. Мне бы этого на два года хватило. Ладно, хорош пелец. У нас, у нас времени мало. Ничего, что мы это, воруем. Кто ворует? Кто ворует? Это бартер. Берем тушенку. А взамен, тушенку. Поэтому никто, никому, ничего. Какой сегодня день? Шестое. Неправильно. Какой сегодня день? Вторник. Встань в строй, тундра. Есть. Последний раз спрашиваю, какой сегодня день? Сегодня день рождения сержанта Рылеева. Молодец, Кабанов. Встань в строй. И не просто сержанта Рылеева, а вашего, горячо любимого сержанта Рылеева. А горячо любимых людей, что принято делать? Поздравлять. Ну, если мы так будем поздравлять, то первый сон увидим в упоре лёжа. Рассказываю сценарий. Сегодня, ровно в полночь, сержант Рылеев войдёт в расположение роты. И вы дружно проскандируете. Мне тут Звягин накатал. Так, слушайте. От Карпат до Перенеев лучше всех сержанта Рылеев. С днём рождения поздравляем, дни до дембеля считаем. Пушкин, блин. А теперь олтугезер. От Карпата до Перенеев лучше всех сержан Рылеев. Э, Харе, Харе, всё, стоп. Чего-то за сердце не берёт. Ещё раз. Разрешите, Ирина Дмитриевна? Входите, товарищ майор. Ну, для вас я просто Виктор Романович. Садитесь, Виктор Романович. На что жалуетесь? Так не офицерски ведь это дело, жаловаться. Вы знаете, какой сегодня день? Какой? Сегодня по всему миру одновременно идёт показ фильма «Матрица. Революция». Знаете, почему? Почему? «Борьба с пиратством». А вот это вам. Цветы? Не просто цветы. Два билета на вечерний сеанс. Товарищ майор, Виктор Романович, я вторую «Матрицу»-то не смотрела. Так это ничего. Я вам хоть сейчас расскажу. Именно сегодня я никак не могу. Подруга приезжает. Мы с ней два года не виделись. Я понял. Тем более, что фильм можно посмотреть и на DVD, да? А это что такое? Жестяк. Солдат забыл. Ну-ка посмотрим, что за солдат. Медведев. Вторая рота. Халатный солдат. Ну что, Ирина Дмитриевна, если вдруг подруга не придёт, я в штабе. Я поняла. Я не прощаюсь. Слушай, я не понял. Чё это было? Да так, ничего. Обычные знаки внимания. Да, и много у тебя таких знаков. А это что, сцена ревности? Ты б лучше за кепкой своей следил. Да нет, ты не уходи от ответа. Билеты в кино, цветы вот эти. Это просто знаки внимания. Цветы? Следи за рукой. морозы, хорошие знаки. Разборочный знак. Сцена ревности. Я не могу. Три восклицательных. Молодцы бойцы! Проявили фантазию! Хвалю! Смерть нацист! Вольно! Вольно! Ну и где командир роты? Где этот молодой отец? А он это... Ну-ка, 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 покажи. Покажи, покажи. Ух ты! Я смотрю, сегодня у вас непростой день. Так точно. Сегодня день рождения Рылеева. Да я вижу. Это какого уж Рылеева? Уж не родственника или того самого? Так точно, родственника декабриста Рылеева. ЮНЕСКО объявило сегодня день... Декабриста, говоришь? Так точно. А сейчас же не декабрь. Ну да. Ладно. Придёт командир роты, я в штабе. Слышь, Фома, сам понимаешь, праздник, юбилей, да? Как бы хочется, чтобы пацаны запомнили. На. Зашли кого-нибудь в город, пусть копят пару пузырей. Убери. Пара флаконов в Рыло. Не наш калинкор. Сегодня ночью мы её наполним. Не понял? Ну, тогда мы это, помнишь, в лесу гунько искали. Ну, такой план, дай-ка напали. Хорошо здесь. Нравится мне. Весело. Светло как-то. Главное, что этих рожь пьяных нету. Ещё глотных песен. Здесь хорошо. А что касается этих вредных привычек, ну, курение там, выпивка, не, я этими занимаюсь. Знаете, я всегда сюда хожу. Кругом дети. И это меня расслабляет. Да? И меня тоже. Вы знаете, у меня мама работала в детском садике. И часто брала меня с собой. Ну, я ей помогала. Укладывала детей спать. Горшки вносила. А меня, кстати, дети тоже очень любят. Сейчас покажу. Вот, видите? Что, может, ещё по мороженому? С удовольствием. Угу. Я сейчас. Мороженое дайте. У вас нет мороженого с книгой? Нет. Чё, из-за гера нет, что ли? Нет. Сколько? Двадцать. Судачи не надо. Сухой, ты где? Да здесь я, здесь. Где ты здесь? Я уже и по запаху чувствую, а? И что, реальный аппарат? Аппарат. Танк просто по 50 литров в день вдает. Блин, что случилось? Да паутина вхарил. Конечно, рожу отъел на кухне. Давай быстрее. Во. Маша, у вас есть какая-нибудь заветная мечта? Чтобы я когда-нибудь встретила. Нет, подождите, самое-самое. Да. Чтобы никогда не было войны. Извините. Знаете, Машенька, это моя, в общем-то, профессия. Правда? Чтобы войны не было. Но, знаете, уже очень поздно. Вы не могли бы проводить меня домой? Я? Час. Час я. Мне тут надо. Я быстро, я подойду. У вас призывать его есть? Мужчина, это детское кафе. Тише, чё я кричать-то? Нет, ну иногда же на витринах кладете, и на кассах бывает. Мужчина, это детское кафе. Все, тише, тише. Тише. Все в порядке? А? Да, Маш, все хорошо. Перестройка. Все меняется. Люди не меняются вообще. Ну, пойдемте. Вот кострище, вот шалаш, а вот и он, родимый. Мамочка родная, мы у тебя отольем немножко. Вот она. Наклоняй. Родимая. А, ничего, так пахнет, хлебная. Градусов 50 будет. Достаточно. Все, зашибись, давай, почапали, а то в части хватятся. Давай, быстрее. А, ничего себе бронепоезд. Да хрен с ним, пошли отсюда. Может, такой себе на кухне замутить? Сухой, ну что еще? Нога. Нога. Капкан. Вот, черт. Ой, темнота у вас такая. В такой темноте обычно хулиганы стоят, курят. Я вот что, я завтра к вам с утра приду и вам новую лампочку вставлю. А у нас все равно вы вернут. Да? А я еще одну привезну. У меня этих лампочек, знаете, сколько? Ужас. Ну что, пришли. Да? А у вас какая квартира? Восемьдесят пятая. Нет, я не то имел в виду. Двухкомнатная, трешка? Однокомнатная. Однокомнатная? Ну и хорошо, что однокомнатная мне нравится. Мне с вами так понравилось? И мне тоже очень понравилось. Особенно там, в кафе. Помните, когда вначале анекдот рассказывать? И вы мне, Маша, тоже очень понравились. Значит, будет еще одна встреча. Подождите, не понял. А это что, была не встреча, что-то? Тише. А что, соседи, что ли? Где ты ходишь, Маша? Мам. Я волнуюсь. Иду, мамочка. Ну, здравствуй, мама. К сожалению, день рождения. Вы молчи. Ты вообще охренительный. Я же тебе два глотка всего дал, а? Анестезия супер. Нога вообще не болит. Слышишь, тебе не тяжело? Нет, не тяжело. Отъел задницу на кухне. Ну, извини, кто на что учился. Прилетит, друг, волшебник. Закрой пасть, пультур. Мироул уйдет. И по берегу. Заткнись. Заткнись, солдарь. Пронесло, блин. Вставай. Суха, Суха, вставай. Э, ты чё, Суха? Э, Суха! Ну, и чё? И ты говоришь, что сухой от двух капель этой бормотухи скопытился, что ли? Да я тебе говорю, термоядерная. Песни орал. Еле до санчасти его доволок. Да, история. Ну, ладно. Давай-ка, плесни мне на пробу. Слышь, до 12-15 минут осталось. Так, может быть, подождём? Не дрейх. Потом мы тоже выпьем. Успеем? Ну, смотри. Опа. Давай-давай, лей. Имениненьку наливаешь. Хорош. Ну что, пацаны? За приказ. Сейчас, сейчас, сейчас. А чего это у нас сержанты не спят? А у них сейчас досуга. Сейчас после нарядов чай пьют. Пьют чай. Пляха-муха, где этот галстук? Был, был. Мне с утра в роддом ехать, дочку забирать. Сейчас найдёшь, товарищ капитан. Я ж помню, был. Да ладно, хрен с ним, поеду в свитер. Ага, хорошо. Хорошо, товарищ капитан. Сейчас, мой, сейчас. Сейчас. Говорит капитан, у меня ещё свитер охренительный есть. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Он такой красивый такой. Чего-то свитера не могу найти. Я помню, что... Да ладно, поеду, как поеду. Ага. Ну, сейчас, сейчас. Быстро. Да не, пустая, ну, пустая. Ну, давай, посмотрим. Посмотрите, ну, отойди. Я говорю, пустая, Наталья, ну, ёбанский бог. Как нехорошо получилось. Товарищ капитан, пробочку не закрыли. Ладно, отлично. Как раз с дародома и обратно хватит. 76-й, ну и хорошо. Чего ты, мне кажется, водкой разил? Чего? Мне после рождения дочки всё время водкой меречится. Ладно, я залью, потом отдам. Хорошо. А вы занимайтесь, занимайтесь. Я сейчас. Давай, закусывай, рыло. И рыло. Ты чё, рыло? Идут. Парк Арбата, Берегеев, лучших всех, сержант Релеев! Отставить! Не видите, сержант Релеев умаялся за целый день с вами, уродами. Товарищ сержант! Да! Товарищ сержант! Ну, чё, проследил? Так точно. И чё? Он туда в бензобак всю канистру залил. Чё? Трындец. Вот тебе и весь праздник. Ба! Вот рыло. Ты хотел, чтобы мы этот день запомнили? Вот мы его и запомним. Теперь. Отбой! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а что у нас с родным? Ему же вчера в роддом надо было. Ну да, ему в роддом надо было, а у него в бензобаке канистра с самогоном плещется. Что, я? Да нет, он сам. Но валит все равно нам. Дежурный на выход! Я дам тебе все, все, что ты хочешь, все, что ты можешь взять у меня. Все, значит, так, через минут 15-10 я буду. Понял? Все в день. Я дам тебе все, если возьмешь. Я дам тебе все, если попросишь. Все, что ты хочешь. А есть дома кто-нибудь, а? Ой, вы так неожиданно. Здрасте. А Машенька еще в ванной. А, в ванной, да? Да. А это вам презент. Ой, как мило с вашей стороны. А что это? А, а, а! Ох, тостер. Чего? Тостер. Не, а почему тушенка? А? Чего вы так испугались-то? Нормальная тушенка? Я ее только сегодня на складе вымел. Проходите. А? Проходите. Так. Опаньки. Ой. Скажите, а вы, вы давно знакомы с Машей? Да ну, шо-шо-шо-шо. А она вам не рассказывала про голубя? Про какого голубя? Про мертвого. Вот же сволочи, а. Понимаете, когда Машеньке было пять лет, она увидела на улице мертвого голубя. Ой, ужас. Да. А когда она пришла в детский садик, то на обед была курица. От сволочи. Да. Но, в общем, с тех пор Машенька совсем не ест мясо. Ужас. Ужас. Поэтому Машенька вегетарианка. Да ладно, чего вы так расстраиваетесь? У меня вон друг вообще баптист. И нормально. Правда? Конечно. За тушенку, конечно, спасибо. Да ну что вы, не за что. Но лучше я ее на работу отнесу. Правильно. Правильно, конечно. Вот, пожалуйста. Все. Только. Только мы ее, пожалуй, спрячем. Ага. Давайте куда-нибудь спрячем. Ой, что это? Сгущенка, ё-моё. Вы же сказали тушенка. Нет, я пошутил. А, пошутили. Как это здорово. Ой. А давайте пить чай со сгущенкой. Давайте. Машенька. Ну, Данилыч, зашибу, крыса тыловая. Как прекрасно за столом, за бутылками с вином. Как прекрасно, боже мой, мне не хочется домой. Мне хорошо, хорошо, хорошо. Здесь хорошо, хорошо, хорошо. Может, мне остаться здесь? Здесь ведь вроде место есть. Здесь подруги и друзья. И не нужно ничего. Мне хорошо, хорошо, хорошо. Здесь хорошо.